Вы будете в шоке, когда узнаете о полностью автономной и беспилотной военной технике США. Сегодня я расскажу вам о самых передовых разработках в области военных технологий, которые меняют облик современного поля боя. Вы узнаете о беспилотных летательных аппаратах, наземных роботах, морских дронах и других инновациях, которые делают армию США одной из самых технологически продвинутых в мире. А в конце видео я поделюсь с вами информацией о проекте, который может навсегда изменить будущее военных операций. Обещаю, будет интересно. В последние десятилетия технологии автономных систем и искусственного интеллекта сделали огромный скачок вперед. Военные ведомства США активно инвестируют в разработку и внедрение беспилотных и автономных систем, чтобы повысить эффективность, снизить риски для личного состава и обеспечить стратегическое преимущество. И перед тем, как перейти к самому интересному — обзору техники, я бы хотел погрузиться в историю развития данной технологии. В начале 2000-х годов люди начали активное использование беспилотных летательных аппаратов для разведки и ударных миссий в зонах конфликта. В 2010-х годах началась разработка наземных и морских автономных систем, интеграция искусственного интеллекта в военные технологии. И уже сегодня создаются комплексные системы, которые способны работать в единой сети, обмениваться данными и принимать автономные решения. Быстрый тем, не так ли? Но для чего все это? Думаю, некоторые пункты и так очевидны — снижение риска для военнослужащих. Автономные системы могут выполнять опасные задачи без риска для жизни людей. Роботы и дроны могут работать круглосуточно, в сложных условиях и без усталости. Да и использование таких технологий уже показало, что они обеспечивают преимущество над потенциальными противниками. Ну и давайте теперь на конкретных примерах. Одной из наиболее известных областей применения автономных систем являются беспилотные летательные аппараты. В США таких аппаратов используется несколько. Первый — MQ-9 Reaper. Это средневысотный беспилотник с большой продолжительностью полета, используемый для разведки и ударных миссий. Размах крыла — 20 метров. Максимальная скорость — 370 километров в час. Летать в таком режиме он может до 27 часов. И при всем этом на борту он может нести почти две тонны вооружения, включая передовые ракеты и бомбы с лазерным наведением. Еще один беспилотник, который тоже стоит отметить — RQ-4 Global Hawk. Это высотный беспилотник для стратегической разведки с возможностью длительного полета. И его размеры и характеристики просто поражают. Размах крыла — 40 метров. Максимальная высота полета — 18 километров. В таких условиях он сможет пролететь более 32 часов. И помимо всего прочего, он несет на борту высокоточные сенсоры, радары и инфракранции камеры. В общем, очень мощный аппарат, который отлично подойдет для разведки. К тому же поймать и сбить его будет ну очень трудно. Что там дальше по списку? X-47B — это УД экспериментальный беспилотный ударный самолет палубного базирования, разработанный для ВМС США. И как по мне, это весьма удивительная техника. Представьте, самолет, который может летать без человека, да и еще базируется в море. Притом посадки и взлет производятся без какого-либо участия человека. А обнаружить его будет нереально из-за технологии стелс. И если вас не удивило это все, то вот еще несколько фактов. На борту есть система автономного планирования маршрута. БПЛА способны самостоятельно планировать и корректировать свой полет в реальном времени, учитывая погодные условия и потенциальные угрозы. На борту все, что нужно для разведки. Высокотехнологичные камеры, сенсоры и радары, которые способны обнаруживать цели на больших расстояниях и в любых погодных условиях. А некоторые модели способны нести высокоточное вооружение для выполнения точечных ударов по заданным целям. В общем, настоящая машина для уничтожения противника, которая еще и работать может самостоятельно. Кстати, вы наверняка замечали огромное количество фильмов и мультиков, в которых использовались различные роботы. Так вот, армия США также активно внедряет наземные автономные системы, которые могут выполнять широкий спектр задач. От разведки до непосредственного участия в боевых действиях. К примеру, специальный робот Марс. Он используется для поддержки пехоты в боевых операциях. Из вооружения у него есть пулемет, гранатометы, ну и, конечно же, системы видеонаблюдения. Благодаря всем этим функциям он может патрулировать зоны, обнаруживать и нейтрализовывать угрозы. И все это при помощи дистанционного управления. Настоящее чудо военной техники. Кто там еще есть? ЮГВ Рипсоу. Это высокоскоростной беспилотный танк. Используется он, естественно, по назначению для разведки и боевых действий. И его технические характеристики могут вести в ступор. Дело в том, что максимальная скорость достигает 100 км в час. И это по обычным грунтовым дорогам. На борту может быть самое разнообразное вооружение. Да и навигация у него автономная. Плюс к этому можно сформировать полноценный взвод, ведь танки могут следовать за ведущим. В общем, очень крутая техника. Я также не мог не рассказать про Биг Дог и ЛС-3. Это, казалось бы, обычные добрые четвероногие роботы. Но даже они используются военными. Как? Да все просто. Для транспортировки грузов в труднодоступных местах. Ведь они могут отлично передвигаться по пересеченной местности, лестницам, снегу и даже по песку. И при этом тащить на себе до 180 кг грузов. И самое интересное. Все это автономно. Что это стало возможно? Компании, которые производят роботов, используют лидары, камеры и GPS для ориентации в пространстве, обхода препятствий и следования по заданному маршруту. И ведь все это действительно помогает. Роботы регулярно выполняют задачи по разведке, разминированию огневой поддержки, эвакуации раненых. Они также могут предупреждать о различных угрозах, например, химических и биологических агентов. И вся эта информация передается сразу командованию. Просто суперская техника, которая бережет жизни обычных людей. А еще про одну удивительную автономную технику я рассказал в своем телеграм-канале «Необычная Америка», в котором я публикую самые невероятные истории из жизни в США и делюсь важными новостями. Подписывайтесь! Ну а я пока продолжу свой рассказ. Если вы думаете, что только в воздухе и на земле используются роботы, то вы ошибаетесь. Военно-морские силы США внедряют автономные системы для операций на поверхности моря и под водой, расширяя возможности флота. Взять, к примеру, робота Sea Hunter. Это беспилотный надводный корабль для противолодочных операций и разведки. И не стоит думать, что он маленький, ведь его длина целых 40 метров. А работать он может до 70 дней без какой-либо поддержки экипажа. Крутая машина, не так ли? Еще у ВМС США есть робот Knifefish UV. Это подводный беспилотник для обнаружения мин и подводных объектов. Очень полезный аппарат, ведь мины с легкостью уничтожают любые корабли. И главное, в таких операциях не страдают люди. Робот использует синтетическую апертуру Sonara для высокоточного картирования дна. И благодаря ней он может работать в сложных условиях, включая мутную воду и сильные течения. Уникальная техника. И на этом я не заканчиваю, ведь есть еще Orca XLUEV. Это беспилотный подводный аппарат для длительных миссий, включая разведку, транспортировку грузов и другие специализированные задачи. Его длина 15 метров, а передвигаться он может на расстояние до 12 тысяч километров. Работает он автономно несколько месяцев без какой-либо подзарядки и обслуживания. Но как такое достигается? Все благодаря энергоэффективным технологиям, способны работать без вмешательства человека на протяжении недели месяцев. Аппарат используется для мониторинга морских путей, обнаружения подводных лодок, наблюдению за активностью в прибрежных зонах. И, пожалуй, самое важное, его можно настроить под любые миссии. Оборудование модульное и легко сменяется. Да даже оружие можно загрузить. Лично я думаю, что этот аппарат крайне полезен в условиях реальных военных действий. А как вы считаете? Пишите свои мысли в комментарии. Но как вообще люди смогли создать подобные роботы? За счет чего они так легко функционируют? Ключевым элементом современной военной техники является использование искусственного интеллекта, который позволяет системам действовать более эффективно и автономно. К примеру, благодаря НИМУ можно проводить анализ больших объемов информации с сенсоров, радаров, спутниковых снимков для выявления угроз и принятия решений. А еще можно выполнять задачи без непосредственного контроля оператора, включая навигацию, обнаружение целей и принятие тактических решений. Системы могут самостоятельно обучаться на основе полученного опыта, улучшая свои алгоритмы и адаптируясь к новым ситуациям. И тут я бы хотел привести лишь один пример, благодаря которому вы поймете всю суть. Alpha Dogfight Trials — специальный ИИ, который использовался в симулированных воздушных боях. Его обучали наравне с людьми. И знаете что? Он с легкостью победил одного из самых опытных пилотов в виртуальном бою. Вот так технологии. Но лично меня радует не это. Благодаря искусственному интеллекту достигается новый уровень безопасности. Ведь уже сейчас беспилотные автомобили почти не попадают в аварии за счет своих систем. Но не все машины оборудованы данной технологией. Так что тысячи людей регулярно попадают в ДТП как в своих родных странах, так и в других. Вы попали в ДТП в Америке и не знаете, что делать дальше? Куда обращаться за помощью? Где найти грамотного юриста? Как получить компенсацию, если у вас нет страховки? Компания ДТП Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы. Ссылка в описании. Продолжим. Развитие автономной военной техники вызывает ряд этических и правовых вопросов. Хотя с некоторыми из них я совершенно не согласен. Один из таких вопросов звучит так. Кто несет ответственность за действия автономных систем, особенно в случае ошибки или непреднамеренного ущерба? Допустимо ли доверять машине решение об использовании оружия, особенно с летальным исходом? Лично мне кажется, что в условиях военных действий виновата будет то подразделение, в котором использовалась данная техника. Да и я лучше бы доверил машине использовать оружие, чем пускать на это дело человека. Все-таки это куда безопаснее для жизни. В международном поле также идет активная дискуссия. Ведь отсутствие единых международных стандартов и законов по использованию автономных вооружений может привести к гонке вооружений и потенциальным рискам. ООН и Конвенция по обычным вооружениям ведет дискуссии о необходимости запрета или ограничения использования полностью автономных систем вооружения. Есть даже одна компания, Stop Killer Robots. Это международное движение, призывающее к запрету летального автономного оружия. И тут я бы хотел обратиться ко всем этим людям. Вы действительно хотите отправлять своих детей на войну, где они с высоким риском могут потерять не только здоровье, но и жизнь. Я считаю, что это пережитки прошлого. И сейчас самое время использовать новейшие технологии, чтобы минимизировать человеческие жертвы. А как вы думаете, почему в США есть такие роботы, а в других странах про них почти ничего не известно? Все дело в том, что создание полностью автономных систем сопряжено с техническими сложностями, которые требуют инновационных подходов. Ведь перед инженерами есть ряд вопросов, которые они должны решать. К примеру, автономные системы должны работать безотказно в различных условиях, включая помехи, погодные изменения и кибератаки. А еще необходимо защищать системы от взлома и перехвата управления. Это, кстати, очень важный вопрос. Но и тут я нашел отличные ответы на эти вопросы. К примеру, использование глубокого обучения и нейронных сетей для повышения адаптивности и точности систем. Благодаря ним можно избежать различных ошибок в работе, да и защитить роботов от атак хакеров. К тому же, вскоре появятся новые компьютеры, которые будут куда лучше защищены. Эти вопросы, как мне кажется, риторические, ведь на них просто нужно потратить время и силы, чтобы их решить. Создать полностью защищенную систему реально, но очень сложно. Пришло время порассуждать о будущем. Технологии продолжают развиваться, и в ближайшее время мы можем ожидать появления еще более продвинутых систем, способных выполнять сложные задачи без участия человека. И самое интересное, о чем сейчас рассуждают в военном сообществе, это интеграция всех систем в единую сеть для обмена данными и координации действий, что позволит быстро реагировать на изменения обстановки. Полноценная рота из роботов способна куда лучше выполнять боевые задачи, чем обычные люди. А что вы думаете насчет использования больших групп малых дронов, действующих как единый организм? Они же легко могут выполнять разведку, создавать помехи или атаковать цели с координированной эффективностью. Один такой робот и так может повредить любой танк или бронетехнику, а тут их целый рой. И все это будет возможно благодаря технологии следования за лидером, которую активно развивают. Люди также задумались над созданием роботов, которые будут копировать поведение диких животных. Если они научатся имитировать поведение и физические характеристики, например рыб, то вы только представьте, что будет твориться на поле боя. Никакой корабль не сможет избежать уничтожения, ведь обнаружить такой дрон будет просто невозможно. Никакой радар не найдет беспилотник размером с обычного карася. И как вы можете знать, даже самые небольшие бомбы могут быть весьма разрушительными. Один такой рой из маленьких рыбок сможет легко потопить корабль потенциального противника. Главное, чтобы их всех не съели акулы, пока они будут плыть на место выполнения задач. Лично я очень хотел бы увидеть таких роботов в действии. Как мне кажется, они будут намного более эффективнее, чем огромные роботы-корабли или беспилотные подводные лодки. А что вы думаете на этот счет? Пишите в комментарии. Сегодня мы погрузились в мир полностью автономной и беспилотной военной техники США. Технологии, которые еще недавно казались фантастикой, становятся реальностью и кардинально меняют подход к ведению военных операций. И лично я очень рад, что человечество постепенно уходит от того, чтобы в войне участвовали люди. Ведь это полноценные живые существа, которые могут творить, обучать и созидать что-то новое. Спасибо за просмотр!